Разве не сказал наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Поразмыслите над его словами. Он, саллиллаху алейху ассалям, сказал, Дунья – это тюрьма для верующего. Может ли кто-то быть спокоен в своей тюрьме? Постоянные переживания, которые не прекращаются. Это Дунья для меня, для тебя, брат, и для тебя, сестра, это тюрьма. Не думай, что ты будешь всегда радоваться в ней, наоборот. Если ты только радуешься, это будет странно. Почему к нам приходит только радость, а не испытания и бедствия? Некоторые саллифы спрашивали у своих товарищей, У вас есть какое-то испытание? Если те отвечали нет, они говорили им, Тогда проверьте себя, почему вас не испытывают? Ведь эта обитель и ее природа изначально была смешана с постоянными испытаниями. Разве не сказал поэт? Это невозможно. Постоянная стабильность невозможна и постоянное счастье. Я имею в виду радость, а не ощущение счастья в сердце. Постоянная радость и счастье в теле, супруге, богатстве невозможно, чтобы оно продолжалось вечно. Наоборот, нам нужно ждать беды. Когда же к нам приходят испытания, мы должны радоваться этому испытанию Аллаха. Пророк сказал, не желайте встречи с врагом, но если вы встретили его, проявляйте стойкость. Не желайте себе испытаний, но если они уже пришли к тебе, прояви стойкость, радуйся им. Выбор Аллаха пал на тебя, и Аллах выбрал для тебя лишь благо. Тебя испытывают в твоей жене, тебя испытывают в твоих детях, тебя испытывают в тебе самом. Твои испытания касаются твоего имущества, любимых тебе людей. Тебя испытывают даже в твоем здоровье. Сначала ты был здоров, потом пришла болезнь, после силы началась слабость, после юности седина и старость. С женой сначала была любовь, а теперь она питает к тебе отвращение. Это испытание. Ребенок сначала подчинялся тебе, но теперь же он вдруг тебя ослушивается. Это испытание и беда. У тебя в руках было богатство, а сейчас ты оказался в долгах. Это испытание. И все это относится к милости Аллаха, аззаваджаль. Возможно, Аллах, субханаху вата'аля, испытывает тебя в твоих товарищах и друзьях. Между вами была любовь и симпатия. И ты даже считал, что если тебя уколет колючка, все они соберутся вокруг тебя. Но внезапно все они отдаляются от тебя. Это испытание и беда. Поэтому говорят. И задумайтесь об этих словах, в которых хранится особый смысл и тайны, указывающий на то, что это дунья, испытания и экзамен, даже если это касается твоего друга или коллеги, ради которого ты жертвовал всю жизнь. Поэт сказал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь, я Аллах. И тот, кто прошел сквозь испытания, отличается от того, кто его даже не пробовал. И тот, кто жил так, отличается от того, кто не жил в этих испытаниях. Как же они горьки для сердца, но как сладки они для верующих людей. Так возрадуйтесь. Ведь Аллах, Субханнаху Бата'аля, сказал. Этот глагол стоит в утвердительном наклонении. Неважно, согласны вы с этим или нет. И королей, и бедняков. И пророков, и их последователей. Всех. Эти испытания необходимы. Мы не думаем, что на земле есть кто-то, кто не был ничем испытан. Клянусь Аллахом, даже короли имеют свои испытания, а также правители и богачи. Клянусь Аллахом, нет такого человека, который бы ходил по земле, и кого бы не коснулось испытание. И не просто коснулось и все. Оно приходит вновь и вновь и вновь. Таково установление Аллаха. Аллах, Субханнаху Бата'аля, пообещал и его обещание истина и реальность. Посмотрите на эту милость. Даже если тебя постигло что-то, что ты считаешь крайне большим, Аллах говорит, чем-то незначительным. И если испытание уже наступило, О Аллах, сделай нас из их числа. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Удивительно положение верующего. Все, что бы с ним ни происходило, все к добру. Когда его постигает радость, он благодарит Аллаха, и в этом будет благо для него. Он говорит, вся эта милость от Аллаха, а не от меня. Когда его постигает радость, он благодарит Аллаха, и в этом будет благо для него. Когда же его постигает несчастье, он проявляет терпение, и в этом также будет благо для него. Брат мой, тот, кого постигло испытание. Сестра моя, которую постигло испытание. Возрадуйтесь и успокойтесь. Ведь клянусь Аллахом, это испытание постигло тебя только из-за того, что Аллах любит тебя и избрал именно тебя.